Всем привет! Сегодня мы пишем второй выпуск Немишлен и сегодня наш гость, наш герой, один из самых известных пиар-специалистов Казахстана Алишер Еликваев. Встречать Алишера я буду верхом на коне. Также мы приготовили Алишеру очень интересное испытание. Одно из них это рассказать о его гифтбоксе, который мы щедро наполнили, в том числе туалетным ершиком. Также Алишеру предстоит занять денег у своего шефа Нурлана Свабулова. Я думаю, что Алишер справится со всеми заданиями. Главное, досмотрите этот выпуск до конца. Я звоню к Алишеру Еликваеву. Алишер, добрый день! Я подъехала, жду вас возле альфа-джентльмена. Давайте! Ничего себе! Алишер, в общем, я решила, что на автомобиле будет как-то скучно, а на лошадке зимой в Астане будет веселее. Ну, хорошо, я готов. Я прочитала ваш пост про то, что ваши ноги помогают лошади двигаться быстрее. Решила проверить это в реальности. Хорошо. Лошади не опасные? Не опасные. Блин, у меня же штаны мешают. Чуть-чуть. Так, не-не, я просто боюсь, что соскользнет. Можете чуть-чуть? Ну, вам, в принципе, просто ногу только опрокинуть, и все. Да-да, и порвать штаны. Так, Алишер Еликваев взбирается на лошадочку. Опа! Так, ножки, ножки, ножки нужно. Так, ааа! Моя нога! Так, Алишер, вы в какую сторону? Ааа! Мамочка! Алишер, я очень рада вас видеть. Я тоже, Динара. Подождите. Подождите. Осторожно, машина выезжает. Машина выезжает, аккуратней. Так. Давайте в эту сторону. Смотрите, какая у меня красивая лошадка, Алишер. Очень красивая, очень высокая. Это давно забытое ощущение, Динара. Да? Да, ну, я последний раз катался лет 20 назад на лошади. Ну, вам очень идет, кстати. Спасибо огромное. Ну, лошадь очень красивая. Мы говорили, что у вас ноги достают до земли, что-то я не вижу, чтобы у вас ноги, знаете, болтались. В общем, таким способом мы должны с вами добраться до нашей студии. Так, и как далеко она находится? Она находится просто на правом берегу. Ага! На правом берегу. Так. В принципе, это не так далеко. Хорошо. И учитывая, что лошадки у нас быстрые, я думаю, мы с вами быстро доберемся. Нет проблем, Динара. Алишер. Да. Вас сегодня ждут несколько испытаний. Хорошо. Я надеюсь, вы их достойно пройдете. На самом деле, очень кайфовое ощущение. Спасибо вам огромное, Динара, за ее. Ааа! Мамочка! Ааа! Мои ноги! Ай-ай-ай-ай-ай. Алишер, вы знаете, лошадки это, конечно, хорошо, но на улице очень холодно, и я предлагаю все-таки доехать до нашей студии. Я вам на секунду поверил, что мы до правого берега будем добираться на лошадях. Но, тем не менее, 10 минут мы на лошадях-то проскакали. Ааа! Я как минимум проснул-то. Да? Это уже радует. Алишер, спасибо большое, что прилетели, так же, как в порядке Динерге, специально из Алматы на наши съемки. Я с большим удовольствием прилетаю раз в 5 лет на интервью с вами. Как вам удается так себя дорого продавать, скажите? Это дорого, да? Я просто не... Да. Даже мы с Баян так не можем себя продать на концерт. На тренинги? На концерты. Это стало уже просто... Да. Интересно, о чем мы с вами будем говорить лет через 25? Я не знаю. Я вот боюсь даже предположить, что будет в следующий раз, учитывая, что в этот раз были лошади. Сегодня вас ждет несколько испытаний. Я думаю, вы пройдете их достойно. Будет два варианта, естественно, да? Всегда должен быть какой-то выбор. Либо вы выбираете задание, либо вы выбираете наказание. О, боже мой, да? Вы обычно как-то почитаете? Я люблю растягиваться. Я люблю задание. Задание. Да. Кстати, Кайрат в прошлый раз тоже выбирал задание, и зря, кстати. Да? Да, он был несколько раз наказан, потому что в итоге его ждали и задания, и наказания. И испытания, да. Да, и испытания. Расскажите, как ваши дела? Я не сильно вас грею? Да, вы сильно меня греете. Просто я думала, раз камера включена, значит, надо... Поджариваю. Я думала, это уже наказание за что-то. Нет, нет, нет. Алишер, я вас знаю давно, но, тем не менее, я готовилась к нашему сегодняшнему интервью. Пересмотрела ваше недавнее интервью. Кстати, вы недавно давали интервью моей подруге Гаухар. Так. Она снимала про тути-фрути. А, классно, да. Было очень интересно вот услышать много нового о вас. У вас новый бизнес. Угу. Йогурты. Замороженные йогурты лучшие в стране. И вы знаете, благодаря вам я стала доверять этим йогуртам. Раньше я им не верила. Спасибо. Надеюсь, мой второй партнер Тимур смотрит эту программу. Вот вы в интервью, кстати, Гаухар сказали о том, что вы эти йогурты, едите давно. То есть, вы... Да, с 2010 года. С 2010 года. И только в прошлом году, спустя 8 лет, вас пригласили в этот бизнес. Да. Думаю, что это было как проведение. Потому что, на самом деле, я был в Соединенных Штатах впервые в 2010 году. И тогда прямо это был такой бум. Люди фотографировали там Николь Кидман с замороженным йогуртом Тути Фрути. Да, то есть, и это было... Ну, там очереди стояли рядом с этими кафе. Вот. И в этом отношении я сразу же пошел пробовать. Ну, и там мне очень понравилась сама штука, когда ты сам себе наливаешь йогурт. Вот вы капризный, да? Очень, да. Вот вам... Вот я с кем не общаюсь, всегда говорят, приходится вот Алишера уговаривать. Я попросил Алишера, но не факт, что он согласится. Вот почему вы такой? Я с детства такой. Потому что... Как бы я рассказывал эту историю, что я болел с детства. И родителям, учителям, друзьям, серьезным заболеванием, да, болел. Я же из семьи Палатинска и лежал вместе с детьми, у которых лейкемия. Вот. И когда моим учителям, друзьям, родителям говорили о том, что врачи говорили, пусть делает, что хочет, не мешайте ему. Вот. И я очень с трудом делаю то, что мне не хочется делать, да? Вот. И поэтому... Это хорошее качество. Да, привык к тому, что мне надо немножко поломаться, покапризничать. А есть люди в вашей жизни, перед которыми вы не ломаетесь? Конечно. Кто это? Ну, то есть Мурлан Смогулов. То есть, когда он полностью звонит и говорит, например, Алишер, нужно срочно лететь в Астану, разобраться там в какой-то ситуации. 45-градусный мороз, да. В летних шортах, то да. Да. То есть, я полечу, конечно. Мне не нравится отношение к бизнесу, да. Мы так и за 20 лет, к сожалению, не смогли поменять отношение к обществу. Ну, я на самом деле очень сильно его люблю и очень сильно он меня вдохновляет. А как вы с ним общаетесь? Вы с ним ходите, там, кофе попить? Никогда. Нет, я же говорю, что... Встречаетесь только в кабинете у него? Нет, мы встречаемся и в городе, мы переписываемся по WhatsApp в течение дня, да. То есть, если я вижу какие-то тенденции, я с ним их проговариваю. Если ему нужен какой-то совет, я же все-таки советник, вот, то он ко мне обращается, да. Ну, чаще всего, как бы, мы видимся действительно на совещаниях каких-то, которые мы устраиваем в торгово-влекательном центре Мега, когда обсуждаем какие-то новые проекты. Вы в Динари Саджан или в Эйди Кумнинове? Я сейчас... Провокационный вопрос в Дольче Габану. Вы понимаете, Алишер, мне пришлось сегодня одеться вот так, чтобы гармонично смотреться на лошади. Алишер, нам нужно для начала надеть фартуки, потому что мы с вами находимся в студии Миле. Выбирайте, черный, белый? Я мужской. Мужской, да? С чего вот вы с Кайратом решили, что это мужской? А, это не обязательно мужской. Ну, то есть, черный в полоску. Мне вот интересно, Алишер, вы умеете готовить? Да, и более того, я учил свою жену готовить. Правда? Перед свадьбой, да, чтобы она умела. Чтобы у вас была хорошая жена, домохозяйка, да? Как бы сейчас, она к тому моменту умела готовить только сырники, а сейчас у нее как минимум два блюда еще умеет готовить. Итак, сегодня мы с вами будем готовить теплый салат с говядиной, брокколи, овощами, кориандром с медовой заправкой и обжаренным кунжутом, а также творожную запеканку. У нас есть компания, которая называется «Свой ужин». У нас в Астане уже есть такая компания, у вас в Алматы, по-моему, вы немного отстаете. Ну, мы же не столицы, мы не претендуем. Здесь конструктор еды, все расписано. Давайте достанем, посмотрим, что здесь у нас. Я предлагаю начать с творожной запеканки, потому что она будет запекаться дольше. Ага. Да, доставайте. Что там у нас? Итак, у нас здесь творожная запеканка. Угу. Вот. Ну, я так поздравляю, это творог. Это творог, домашний. Видите, я разбираюсь в е. Это яйцо. Яйцо, да. Смотрите, что хорошо, девочке из компании «Свой ужин»… Кокаин. Ура! Вам с Кайратом прям, по-моему, хочется кокаинчик все время. Какие-то намеки. Это мука. А, это мука. Девочки накладывают ровно столько, сколько нужно, понимаете? Понятно. Вот вы сколько муки покупаете каждый месяц домой? Вы знаете, если я признаюсь, что я вообще не покупаю муки домой, всем этим занимается моя супруга. Хорошо, а килограмм муки сколько стоит? Вы можете не спрашивать. Ну, примерно, как думаете? Блин, ну, тысячу тенге, нет? Килограмм муки сегодня стоит 200 тенге, то есть вы готовы за тысячу купить, в принципе. Друзья, когда к вам приходит Алишер и Легбаев в магазин, можете смело продавать ему дороже. Так, это специальная чашка, здесь будет запекаться. Окей. Это сливочное масло. Да, сливочное масло. Лимон. Лимон. Сколько стоит лимон сегодня? Хорошо, сколько стоит бензин? Я не знаю. Доллар сколько стоит? 378 тенге. Правильно, правильно. Хоть что-то знаете. Алишер, ну как так? Весь Facebook смотрит на вас, рассчитывает, что вы все знаете. А вы не знаете, сколько стоит килограмм муки? Я не заправляю машину. Я не знаю, поэтому, сколько стоит масло, замена масла, сколько стоит бензин. Я не покупаю продукты домой, поэтому я не знаю. И если я покупаю, я никогда не смотрю на цену. То есть я очень идеальный посетитель для торговых сетей, потому что я просто беру, складываю все, что мне нравится. Поэтому жена мне всегда дает список и производителей, кого надо покупать. А куда вы ходите обычно за продуктами? Последний раз, когда я ходил за продуктами лет 7 назад, это был рамстор в Меге. Рамстор в Меге на Росбакиво. На Росбакиво. Где вы работали? Где я и работаю по сей день. А, по сей день. Ну, просто вы как бы ходили, это просто спустились вниз и по дороге домой просто захватили. В этом отношении у меня последние 10 лет помощники. То есть я избавляюсь от той работы, которая мне самому не очень сильно нравится. Я не испытываю кайф ходить между едами с тележкой, поэтому этими вещами занимаюсь. То есть когда в Фейсбуке начинаются разговоры о том, что вот продукты снова подорожали, вы как бы не можете присоединиться к этим разговорам, потому что вы не в курсе, сколько вообще стоили продукты 5 лет назад. И раз уж пошла реклама, то у моей супруги сейчас есть новый сервис, который называется Duken Plus, и они доставляют подарки, продукты. То есть ты просто заходишь на сайт, выбираешь их и доставляешь. Алишер, руки помыли, на лошадях прокатились. Вы точно будете есть эту запеканку? Вы же помыли руки, кстати, и еще нанесли мой банановый крем. Я пахну бананом? Да, пахну. У вас очень вкусные руки. Спасибо. Но у нас сейчас будет... Вырежьте эту от вагины. Почему? Что у вас за страх? Вы что, под кабушники с кайратом? Да, она тоже? Он тоже такой? Он тоже. Так, вот он творог. Вот он творог, да. Так, здесь же вот это убираем, да? Да, нет, да, это пока убираем, вот творог. Вот вам чашка, чтобы вы могли это все смешивать. Половинку пакетика сахара. Вот половинка пакетика сахара. Сахар тоже не знает, сколько стоит. Сахар тоже не знаю, сколько стоит. На самом деле это серьезное для меня испытание, потому что я действительно... Ну, то есть я не притворяюсь, что я не знаю на самом деле. Как бы экономлю там и все остальное. Но вы не экономите, я так понимаю. Вы такой человек, оптовик. Приходите, все скупаете, потом на кассе расплачиваете. Поэтому меня и не пускают за продуктами. Вот. Творог еще сыпаем сюда. Но вы очень удобный покупатель. Вам можно что угодно продать. Да. И как бы... Я, кстати, этим пользуюсь очень часто. Да? Когда Алишер приходит ко мне в магазин. Не, ну у меня там такие дичайшие скидки, что я просто... Я просто пихаю все. Алишер говорю, вот это классно, вот это классно. И вот это тоже классно. Яйцо. Так. Профессионально. Вы как будто всю жизнь вели программу СМАК. В общем, бизнес процветает. Нет. Деньги капают. Деньги капают. Все прекрасно. Все прекрасно. Но люди, пожалуйста, ходите за замороженным йогуртом. А сколько вот в идеале для вас, чтобы одна точка приносила ежедневно? Ежедневно? А если каждая точка будет приносить по миллиону тенге, будет отлично. Но это нереально. Почему? Вы хотите, чтобы сколько там у вас йогурт стоит? Ну, примерно 2000 тенге. Да. Это сколько человек должно каждый день приходить только на одну точку, чтобы вы зарабатывали миллион тенге? Ну, хорошо. Это оборот миллион тенге. Нет, ну пусть приходят. Что вы? Я же должен... Я же весь бизнес построен нечитателями. Ну, а если брать реальность? Миллион тенге. Миллион тенге? Да. Ежедневно? Ежедневно. Каждая точка. Правда? Я хочу такого. Ну, а сегодня как? Сегодня гораздо меньше. На самом деле, операционной деятельностью я же не занимаюсь, я занимаюсь с Тимур. Вот. Теперь все это надо смешать. Смешайте. Так. А как вы выстраиваете отношения вот с партнерами? Если вот, например, обычно там январь самый ужасный месяц для любого бизнеса. Ну, хотя, может быть, для вашего нормально. Потому что народ обычно идет в торговые центры. Ну, у нас, получается, в декабрь, несмотря на то, что холодно, один из топовых месяцев, когда огромное количество людей начинают кушать йогурт за мороженое. Вот. Поэтому, как бы, а январь действительно у нас касса не такая высокая. Но вот, начиная с марта, это начинается наш сезон. Все начинают ходить за йогуртом. И вот я с нетерпением жду, когда все-все пойдут к нам в торгово-развлекательные центры. Вот. А что вы делаете, когда вот в вашем бизнесе, в котором вы принимаете участие, если не идут дела, что вы обычно сразу начинаете делать? Как я вам сказал уже в машине, я стайер, марафонец. Да, то есть я бегу на длинные дистанции. Если какой-то там месяц или там даже, не дай боже, год выдается не сильно удачным, я просто понимаю, что я плохо поработал. Да, то есть, как бы, нужно что-то предпринять. То есть у меня основной виновник, это всегда я сам. Того, что у меня там мало денег или там ничего не получилось. И что вы делаете? То есть если вот не идут продажи, что делает актеры или парни? Если не идут продажи, я звоню Динаре Саджану, говорю, Динара, быстро за прилавок надели фартук и начали продавать замороженный йогурт. Значит, в тот момент, когда мы с Гургеном, с Бейбетом продавали в Анжелина с кофе, значит, дела были не очень. Безусловно. Ну, то есть, как раз-таки, касса начала расти именно в тот момент, когда все друзья, начиная там от Баяны Сентаевой, заканчивая там Кайратом Нуртасом, Токелем, Муслимом, приходили вы и все остальные, они, как бы, вот это было очень крутое время на самом деле. То есть, это помогло? Конечно, не то, что помогло, это вот огромное количество людей, наконец-таки, узнало о существовании наших кофей. Да, кстати, если бы не вы, я бы не узнала никогда, наверное, и Анжелы Наст, и не узнала бы о Тути Фрути. Ну, очень приятно, спасибо. Да, поэтому, дорогие рекламодатели, телезрители, да, задумайте. Следующий шаг, холодное сливочное масло, оно холодное, девочки позаботились об этом. Нужно соединить с мукой и оставшимся сахаром. Так, это в другой тарелке? Это в другой, да, можно сюда. Мне кажется, это слишком много, может, вон тут. Почему? Вы думаете? Ну, давайте. Кстати, вы же построили дом, да? Мадина построила, супруга. Мадина построила? Да, я изначально был против. Против дома? Против дома, да. Почему? Ну, потому что он находится далеко в горах, там у нас ходят кабаны. Там, кстати, красивая площадка. Там ходят кабаны, фазаны летают, или фазаны. Фазаны. Фазаны, да, летают. И в этом отношении всю муку высыпать или сколько? Там написано было, так, холодное сливочное масло соединить с мукой полностью, да, и оставшимся сахаром. Руками или с помощью ножа? Как будете действовать? Вообще, как бы, кажется, с руками вкуснее. Да. Вот, поэтому. После лошадей. Ну, я помыл с мылом, я не знаю. Не знаю, там еще крем мой банановый. Думаете, ножом, да, лучше? Нет, я просто, ну, как бы... У вас как потом? Кто съедает еду? Если вы мне ее положите с собой, я ножом сделаю. Если съемочная команда скушает ее, тогда я ее руками сделаю. Давайте, давайте. Вот, о чем мы начали говорить? А, ну, дом. Вот, он находится очень далеко, и он, там, доступен нам только летом. Да, то есть, и весной, и, там, поздней осенью, потому что все остальное время туда, ну, как бы, очень сложно добраться даже на внедорожнике. Но участок покупали вы? Нет. Тоже Мадина? Участок. Всем занималась Мадина. То есть, она пошла, выбрала участок, потом говорит, дорогой дай мне деньги, буду строить. Участок у нас был, то есть, как бы... Подарили? Не подарили, он до сих пор принадлежит теще моей. А, теще, да? Вот, маме Мадины, да. То есть, и, как бы, это была их мечта с Мадиной построить там дом. Вот, и, как бы, я изначально был против этого, то есть, я считал, что есть другие более насущные проблемы. Но, если моей жене что-нибудь в голову придет, то там уже не важно. Хочу я этого, не хочу, придется делать. Но зато сейчас у вас есть прекрасный дом загородный, правильно? Да. Очень красивый обзор я видела. Правда, через инстаграм. Очень красивый вид на Алма-Ату. То есть, очень красивый город, особенно ночью освещается. То есть, ты, как бы, над смогом находишься, что очень-очень... Долго пришлось зарабатывать, чтобы отработать все строительство? Нет, нет. То есть, как раз-таки, как бы, он же такой очень скромный дом, на самом деле. Сколько квадратов? Там, ну, порядка ста квадратов. Ну, нормально. Ну, это дача, фактически, да. То есть, там именно... Можно было сделать его еще гораздо скромнее, но из-за того, что вот я хотел именно вот это... А почему вы любите, чтобы все было скромненько? Я, в принципе... Можно было сразу построить виллу огромную, с роскошной террасой, чтобы там были тусовки, Кайра, откуда и Берген, Бейбет Алибеков, диджей. Да, ну, не знаю. То есть, я считаю, что я люблю вот такой, знаете, что называется не пош в английском языке, а называется кози. Знаете, вот кози – это уютные, классные домики. Вот я вот такие вещи люблю. И все равно мне очень хочется, чтобы туда приезжали друзья. И, как бы, у нас нет шумных вечеринок там. То есть, мы просто пьем вино, сидим с видом на природу, на Алма-Ату. Вот, играем в игры очень спокойные, да. То есть, дети занимаются там зарядкой, бегают, прыгают. Вот, там, мама Мадины выращивает там малину, огурцы, помидоры. И там всегда свежие салаты. То есть, вы такой домашний. Я изначально, да, домашний. Изначально домашний. Я не тусовщик, да. То есть, мне очень дискомфорт. Это, говорит, человек, который со мной в Испании был. И я не пошла на эту тусовку в гейский парад в городе... Гей парад в городе Сиджис. Гей парад в городе Сиджис, да. Я поехала спать в отеле, а вы, Бейбет... Ну, будем считать, что это было желание Бейбета или Бекова. Да, вы все пошли на гей парад. Беркута тоже не было. А что вы его компрометируете? Был Таукель, Муслим. А, Таукель, Муслим. И они там подрались. Беркут был. Беркута не было, а Беркут точно подрался. Посмотрите, Беркут и я поехали спать. Уркен. Уркен, хорошо. Мы втроем поехали спать. Вы, Таукель, Бейбет. Бейбет и Ребеков поехали на тусовку. На тусовку. Это было очень круто, на самом деле. Это незабываемый опыт. На самом деле, это вы первый раз были в Сиджисе, а я-то был там уже пять раз. Ну, я был там и с супругой тоже. Да. То есть, там очень хорошие пляжи. То есть, и там прикольно отдыхать. Вы вообще любитель отдыхать. Мне кажется, вам дай волю, вы бы круглогодично отдыхали. Да, вы напоминаете сейчас мне моего шефа Нурланд Смагулу. Ага, он тоже так считает. Кстати, насчет вашего шефа. У меня есть задание, которое касается как раз-таки вашего шефа. Я вас предупреждала, что в нашей программе есть несколько испытаний. Но всегда есть вариант. Отказаться. Либо вы выбираете, да, испытание, задание, либо вы выбираете наказание сразу. Так. Наказание тоже непростое. Ну и, в принципе, задание тоже... То есть, я могу выслушать задание? Нет, вы сразу должны выбрать. Если оно напрямую связано с шефом, то я лучше предпочитаю наказание сразу же. Почему? Ну, потому что мне не хотелось бы его вмешивать... Ну, как бы я очень уважительно отношусь к этому человеку с пиететом, да? То есть, с неким вот каким восторгом. И как бы он перерезал там путы моему сыну, да? То есть, я очень-очень-очень сильно ценю его отношение к себе хорошее. Поэтому вдруг я его испорчу при помощи вашего задания. Не, ну вы никоим образом его не испорьте. Мы просто послушаем его голос. Хорошо. Я просто никогда не слышала, ну, голос Нурлана Смогунова, например. Я вообще просто, видите, мы же простые люди. Мы не знаем... Это у вас есть доступ к Нурлану Смогунову. А мы простые люди, мы даже не представляем, какой он жизни, как он с вами разговаривает. Вообще, как он может разговаривать по телефону. Да, то есть... Выбирайте, Кенес Ракишев или Нурлан Смогунов. Кенес Ракишев или Нурлан Смогунов? Да. С Кенесом мы расстались только вот ночью сегодня, да? Потому что... Расстались? Да, мы вручали гранты победителям нашего шестого конкурса «Построй свой бизнес». Вот, и вот я только... Это, кстати, ваша идея? Ну, да. То есть, это моя идея, которую мы осуществили шесть лет назад вместе со сеемкой Магометовой. Да. И вы продолжаете? Да. Это очень крутой проект. Это очень... Я знаю людей, которые выигрывали ваши гранты и сделали успешные стартапы. Больше миллиона долларов они уже раздали начинающим бизнесменам. Хорошо. Кенес Ракишев или Нурлан Смогунов? Смотрите, вот, ну, как бы я выберу все равно наказание, да? Просто потому, что я объясню. То есть, если я буду звонить шефу, и шеф начнет... Ну, он достаточно жесткий же с подчиненными. Вот, и начнет материться в эфире, я себе этого не прощу. Хотя нет, он никогда не матерится. Да, то есть, но он может быть достаточно жестким, да? А если я позвоню к Кенесу, это увидит Нурлана Кибуланович Смогунов, он потом будет говорить, почему ты не мне позвонил? Поэтому давайте наказание. Наказание? Нет, ну это слишком легко. Хорошо. Давайте кому-нибудь другому позвоним. Ну, кому, например? Ну, я не знаю. Давайте позвоним нищебродам, блогерам всяким. Нищебродам? Парашева и Алибекова, которые делают из себя успешных людей, а на самом деле и тысячу баксов не займут. Давайте к Бейбету. Давайте. А он не в курсе? Ну, нет, конечно. Подождите, вы же только что выкладывали в Инстаграм. Что мы вместе? Что мы вместе в сторис. Да нет, я не думаю, что он так быстро смотрит мои истории. Мне кажется, он быстро смотрит в сторис. Бейбет только сидит и ждет. Нет, нет, да. Так, хорошо. Вообще, конечно, в идеале я бы хотела услышать голос Смогул. Да, смотрите, и потом, как это выглядит на самом деле. Если мне нужны деньги от шефа, я никогда не позвоню шефу. Да, ну, то есть просто это неправильно по субординации. А вы у него хоть раз в жизни вообще занимались? Позвоню советнику Смогулу. Нет, не занимал никогда. Вы когда-нибудь у кого-нибудь занимали? Безусловно, занимал. Есть у меня друг Виктор Висеев, который никогда никому не занимает деньги. Кроме вас. Да, потому что он знает, что я точно отдам. Наше задание, вы должны позвонить. Вообще, мы хотели, конечно, чтобы позвонили к Нурлану Смогулу. Попросили у него, ну, там. По субординации я должен позвонить советнику. Советнику и сказать, может ли Нурлану Смогулу. В общем, это, короче, долгая бюрократическая история. Давайте Кинесу Ракишу вы не будете звонить, потому что потом Нурлан Смогулу не поймет, почему вы позвонили Кинесу. Поэтому будем звонить блогерам, которые строят из себя позиционируют себя успешными людьми. Да, богатыми. Да, да, да. И я предлагаю позвонить, давайте, Киржану Рашеву. Ну, у Нурланка точно нету 10 тысяч долларов, он даже в тысячу долларов откажет, я думаю. Давайте тысячу попросим. Тысячу долларов. У меня там можно 10 тысяч, мне кажется, попросить, да? Вы сейчас звоните Киржану Рашеву. Так. Простите у него занять тысячу долларов. Я вам буду показывать карточки, и вы должны будете в своей просьбе употреблять эти слова. Эти слова. Да. Без проблем. Окей, поехали. Так, громкая связь. Громкая связь. Мы звоним Киржану Рашеву. Так. Киржан Рашев известный блогер, его очень любят в Facebook. Очень, обожают. Очень, обожают. Многие, я думаю, многие сейчас будут просто счастливы услышать голос Киржана Рашева. Надеюсь, он не смотрел ваши истории. Я тоже, наверное, надеюсь. Камера сейчас, карточки. Да, дорогой. Да, брат, привет, как дела? Нормально, нормально, все хорошо, как сам? Хорошо, слушай, ты мне нужно срочно, чтобы ты меня выручил. Можешь? Что случилось? Короче, я же завтра еду на Боровое, у меня там встреча с ребятами сетевого маркетинга, вот, и мне нужно им тысячу долларов дать. То есть можешь занять, пожалуйста, срочно, я тебе отдам в течение трех месяцев. У тебя нет тысячи долларов? У меня нет тысячи долларов, брат. Я вот просто вот не знал о том, что мне они понадобятся и мне они срочно нужны. Как ты докатился до такой жизни? Ну, я же тоже, как и ты, делаю вид успешного чувака, на самом деле у меня нифига нет на счету. Можешь выручить? Займи, пожалуйста, тысячу долларов. Хорошо. А как тебе скинуть на карту? У тебя есть тысяча долларов? Ну, это... Я тебе в тенге скину. А, в тенге скинешь, да? Вот, ну, я не знаю. Слушай, вот, как бы мне немножко стыдно даже. Ну, ты же не уятмен, да? Ты же меня не осудишь за это. За что? Ну, за то, что я, вот, скорее всего, тебе эти деньги не верну. Не, ну, так, так, так нагло, это прям что-то пугает даже немножко. Почему? Ты хотя бы пообещаешь, что ты вернешь, но как бы... Ну, ты же любишь меня за честность. Я вообще вот просто хочу от тебя на халяву получить тысячу долларов. Или я на розыгрыш сейчас? Да нет, мне нужны тысячу долларов для сетевого маркетинга. Я же не какой-то хайпажор, чтобы так разыгрывать тебя. Нет, во-первых, я не буду с тебя связывать с сетевым маркетинговым. На хрен тебе это надо. Ты знаешь, вот, я не знаю, вот, как еще заработать на жизнь, понимаешь? Я все коплю на эту квартиру в Весентай-Сити, да? Вот, и тысячу долларов твои бы очень сильно меня выручили, как партия Нур-Отан выручила многодетных матерей. Я так понимаю, разговор записывается, да? Ну, ты все правильно понимаешь. Тут есть кое-какой вайнер, который зовут Динара Саджан. Ержан, Ержан. Ну, конечно. Ержан, добрый день. Спасибо вам большое за вашу щедрость. Вы настоящий друг и щедрый мужчина. Ержик, спасибо. Я не ожидал, что у тебя есть тысяча долларов. Я думал, ты начнешь искать причину, как бы мне отказать, а ты, на самом деле, сразу сказал, давай номер карточки. Почет тебе и уважуха за это. Надо было 10 тысяч просить, Динара. Надо было. А, ну понятно. Вы, короче, доверяли мне на... Платежоспособность, на платежоспособность, чувак. Платежоспособность. Ясно, ясно. Да, ну окей. Супер, супер. А вы говорили, что он даже тысячу долларов не займет. Вот так, так, Альше. Вот я был о нем хорошего мнения, хуже мнения, чем он на самом деле оказался. Не, на самом деле, это моя репутация. Мне кажется, что просто мне можно занимать, потому что я отдам точно. Самая большая сумма, которую я занимал, это когда у меня родилась Дарья. Я приехал к Жомарту Яртаеву, банкиру, и сказал, слушай, хочу подарить жене машину, дай, пожалуйста, денег. Вот, а он дал денег, я сказал, через год я тебе их верну. Там сумма такая нормальная была. А потом он уехал, и слава богу. Нет, я когда приехал к нему и вернул эти деньги, он говорит, слушай, удивительно, у меня такое количество журналистов занимало денег, и никто ведь не привез их обратно, кроме тебя. А большая была сумма? Сумма была, ну, машина такая, ну, там, сюрф нормальная такая машина, ну, там, 40 или 50 тысяч долларов я у него занял. Алишер, ну, мы продолжаем с вами готовить творожную запеканку. Нужно половину теста в формочку, потом начинку, и затем снова крошкой сверху, и запеканка отправляется в духовку Милле. Слушайте, ну вот, духовка уже на 180 градусов, она уже практически готова. Это здесь прям, знаете, прям хорошо. Как вы любите, жарко, как в Таиланде. Почему вы любите, кстати, Таиланд? Да, я в этот раз был... Там же очень много трансвеститов. Восемнадцатый раз там. Вы сами ответили на мой вопрос, почему я люблю Таиланд. На самом деле, я... Я просто поняла это давно. Я не зато отвезти-то не туда езжу. Вот, я, ну, как бы, мне очень нравится в Таиланде. Я очень люблю тайскую кухню, очень люблю тайские массажи, очень люблю свободу, которую я ощущаю там. Да, то есть, когда берешь мопед и ездишь там по островам. И даже когда падаете. Да, я упал, у меня шрамы на всю жизнь теперь, я так подозреваю. А зачем разгоняться до 100 километров на мопеде? А я не разгонялся, я пропускал китайских туристов. Вот, и съехал с дороги нечаянно. Да. Можно чем-то ее утрамбовать? Нет, ее, мне кажется, не нужно ничем утрамбовать, потому что здесь написано, отправляйте в разогретую духовку на 15-20 минут, а за 15-20 минут мы сейчас будем готовить теплый салат. Круто. Блин, мне страшно. Не бойтесь, там все продумано, все. Можно даже руку положить и не обжечь. Вот, на 15-20 минут на температуре 180 градусов. Аришер, вы запомнили, как это все делать? Да, конечно. А то мы с вами разговаривали? Нет, конечно. Теперь вот вы сегодня можете приехать домой и приготовить... В сестре запеканку, да? В сестре или завтра Мадине, например. Я прошу вас достать следующие наши продукты. Та-дам! Та-дам! Брокколи. Брокколи. Сколько стоит брокколи? Дорого. Я не знаю, не знаю. Просто дорого. Вы не ловите меня на этом. Кунжут. Кунжут? Вот. Кунжутное масло. Кунжутное масло. Вы любите, кстати, кунжутное масло? Да, очень люблю, особенно во время массажа. Вот. Это соевый соус, я так подозреваю. Да. Вот. Говядина. Вот говядину они, конечно, пожалели, что маловато. Почему? Я казах, я люблю много. Это же салат. Мы же готовим теплый салат. Кориандр. Кориандр. Вот. Я не знаю, что это. Мед. 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 Это, кстати, классная заправка, я ее знаю. Да? Да. То есть это очень идеальная заправка для салата. Перец, светофор. Перчик. Баклажан. Баклажан. Чесночок. Чесночок. Видите, все продумано ровно столько, сколько нужно. И? Лайм. А, это лайм, да? Лайм, да. Говядину уберите в чашку, поперчите, добавьте сок половины лайма и оставьте на 10 минут. Алишер, вот на вас смотришь, у вас всегда хорошее настроение. У вас вообще бывает депрессия, стресс? Да, бывает. И я не очень люблю эти ощущения на самом деле. Вот. И сильно переживаю. Последний раз было, вот, когда я пришел в EnjoyNAS. Вот. И у меня не получалось первое время. То есть я подумал, зачем я этим всем занялся. И действительно, до медикаментов дошло. То есть вы пили какие-то антидепрессанты? Антидепрессанты, да, мне прописали. Правда? Да, впервые в жизни я пил антидепрессанты. Это через какой период времени, вот после того, как вы пришли в кофей? Первые два месяца сразу случилось это. Потому что, как бы, пришлось прям ломать себя. То есть я же, ну, как бы, я считался там звездой пиара. Вот. И тут я... Но звезда пиара не может с первого месяца сделать так, чтобы там просто миллионы сыпались. Да, нет. Меня не беспокоило. Как раз таки с точки зрения людей, которые приходили, все было в порядке. Рост кассы пошел сразу же. А вот то, что я не умел заниматься вообще операционным бизнесом, что мне пришлось лезть в бухгалтерию, заниматься там покрытием долгов и всего остального компаний, это было очень-очень неприятно. Потому что дебитория... Это была не депрессия, это был стресс. Это был сильнейший стресс, который дал удар по желудку, да, то есть и по нервной системе. У меня появилась бессонница. Это соль, перец, здесь ее нет. Так, соль, перец, почему? А, есть они. Вот у нас все есть. Алишер, вы думаете, вы нас застанете врасплох? Нет. Вам это не удастся. Но для меня это всегда рост. Видите, я же вам говорил уже один раз, что я люблю растяжки. То есть я люблю делать те вещи, которые мне бы хотелось сделать, да, то есть, но не хватало на это времени и все остальное. А если бы вас пригласили вице-министром в Астану работать, вы бы согласились? Относительно недавно мне предложили, это постоянно приглашается, но не вице-министр, там, советник министра был у меня должность приглашенная, да, и еще одна была должность. Нет, а вице-министр, вице-министр, ладно, советник, советник может там советовать, да, и не отвечать за результат. Эта же программа выходит на государственном телеканале, на республиканском. На республиканском телеканале, и как бы все дело надо делать при помощи единомышленников. Проблема в том, что, к сожалению, у нас во властных структурах все либо пережидают чего-то, либо ждут следующего назначения. Никто не заинтересован в индустрии самой, да, то есть, и это большая проблема, и там, твои замы тебя будут подсиживать, твой министр будет выяснять, чей ты человек, и вот это все, оно настолько меняет. Потому что ты не движешься в одном направлении с этими людьми. Нет, ну а как тогда назначать министра на 10 лет, что ли, чтобы он уже капитально зашел и не парился по поводу того, кто там следующий, и надолго ли он пришел? Нет, лишь нужно просто нормально команду убирать. Ну, чтобы все были заинтересованы в результате, а не в том, чтобы все там плили интриги, чтобы там тебя посидеть, либо каким-то образом тебя поставить. Но вы готовы, например, зайти на должность, там, я не знаю, директора департамента или вице-министра? И расти. И расти. Сейчас на данном этапе нет. На данном этапе нет ни одной политической должности, которая бы меня интересовала. А есть политик, который вот вас, который вам импонирует, и с кем бы вы в команде поработали? С кем бы в команде поработал, нет. То есть, а вот кто импонирует, да, безусловно. Кто вам импонирует? Я, мне очень нравится Елжан Бертанов, то есть, министр здравоохранения. Мне, кстати, тоже он нравится. Он очень классный, то есть, в том отношении, что мы не знакомы лично, мы никогда не виделись, но он уже очень много раз... Он еще как человек классный. Да, очень много раз выручал меня, да, то есть, и там, как бы у меня... В фейсбуке вы ему писали, наверное? Я ему писал на фейсбуке. Я тоже, кстати, писал. Я звонил ему на телефон, то есть, и в бытность министром, и в бытность, он был руководителем того, медицинской организации, у меня были чисто консультационные вопросы. Вот, а никого не было, да, то есть, и он помогал моим друзьям, вот, в этом отношении. Давайте готовить. Вы хорошо, кстати, зарабатываете на социальных сетях? Я нормально зарабатываю, то есть, у меня, вот, как бы, у меня же дороже реклама стоит, чем у пацанов. Да, то есть, это сделано именно для того, чтобы ко мне поменьше обращались в плане рекламы, потому что у меня слишком много рекламы. Зато на этом Бейбет хайпует. Бейбет очень хорошо зарабатывает, то есть, ну, ему надо, наверное, то есть... В смысле, а вам не надо? Ну, мне так много денег, видимо, не нужно, потому что иначе я бы соглашался на все, на что соглашаются пацаны. Да, я в этом отношении, как бы, немножко... Они не обидятся на эти слова? Резгливый, что ли. Ну, пусть убежаются, боже мой. Да нет, не обидятся, мы троллим друг друга вообще как можем. Вот, ну, в основном троллю, конечно, я их. Самый обидчивый среди нас хайрат. То есть, он может обидеться, да? Он может обидеться, да. И потом не общаться с вами? Нет, нет, он, как бы, будет общаться, он же нормальный пацан, но он будет говорить о том, что он обиделся. Лучше всех троллить Бейбета, потому что у него офигенное чувство юмора, и он всегда очень круто отвечает. Вот, а у Рашева чувства юмора нет, поэтому его троллить бесполезно. Но зато у него можно занимать... И не возвращать. И мне нравится... Хотя бы сказал, что отдашь, да? А как вы отнеслись к тому, что Кайрат решил стать депутатом? Ну, как, я на самом деле, как бы, очень терпим к чужим недостаткам. Вот, есть у Кайрата желание, там, ну, как бы, делать жизнь народа лучше, и он считает, что это самый хороший инструмент для этого, это власть. Да, то есть, я очень хочу, чтобы у Кайрата все получилось в плане политической карьеры. Вот, поэтому очень спокойно я его, там, поддержал. А вот, когда Ержана Рашева в Фейсбуке начинает обвинять в том, что он занимается плагиатом, ворует чужие тексты, вот я, кстати, ни разу не видела, чтобы вы его защищали. Постоянно защищаю и получаю за это по башке. Да? Да, но при этом, как бы, в личном чате я, как бы, высказываю все, что я думаю по этому поводу Ержан. Критиковать я могу в личку, это вот, ну, как бы, одно из таких вещей, которыми я действительно горжусь, что я хвалю всегда на публику, а критикую я всегда в личку. То есть я редко так начинаю самоутверждаться за чужой счет и говорить о том, что, блин, вот, так-то и так-то. Алишер, благодаря вам я познакомилась с Нурболом Бекпутаед, у него реально очень вкусное мясо. Классное мясо. Мне нравится, как он говорит на русском все время. Да, я его заставляю разговаривать с собой на казахском, потому что я хочу развивать свой казахский, а он хочет развивать русский язык свой. Ну, у него реально очень вкусное мясо. Я видел его сегодня утром, он прилетел с моим отцом из Мекки и Медины, то есть он возил моего папу. Кстати, это так круто. Бумру, да. Спасибо ему огромное за это. Это было его предложение? Нет, это было моим предложением, которому он не смог отказать. То есть вы ему оплатили поездку и он поехал с вашим папой? Ну, нет, на самом деле так не было. Я оплатил поездку только отцу родному. Да. А Нурбола вы просто заставили? Да, и на самом деле Нурбол настолько душевный человек, что он бы и сам оплатил бы все. Как вы думаете, вот что самое главное дали вам ваши родители? Мои родители дали вот критическое мышление, да, то есть, во-первых, они мне никогда ни в чем не запрещали, они не говорили, что это вот такой человек, вот ему надо поклоняться и все остальное. То есть я мог подвергать сомнению все, что угодно, да. То есть они никогда не... Брохоли готовы, да. Вот. Я обжарил. Что нужно еще сделать? Так, нужно 9 минут жарить. Кстати, Алишер, вы же недавно получили сообщение от Кайрата. Да. Про необыкновенный аромат. Ага. И что вы подумали? Я ничего не подумал. Подумал, Кайрат сошел с ума, вот, и пошел дальше двигаться по своим делам. То есть вы не обратили внимания на это? Ну, как обычно, я просто привык, что какие-то странные сообщения от Бейбета получать, но от Кайрата я таких вещей обычно не получал. Ну, мы, кстати, вам скинули это сообщение днем, а получили ответ там, я не знаю, вечером. То есть вы как-то оперативно не отвечаете на сообщения? У меня просто очень много сообщений, и если я на встрече, я дождусь, вот, я же во время программы не отвечаю, вы видите, что у меня там... Ну, телефончик рядом, рядом. Вот, смотрите, что это все. Ну, то есть вы смотрите, что происходит. Нет, я сейчас не вижу, но вот я увидел просто Бейбет, и я подумал, что, скорее всего, он просит что-то выложить у себя. Да, да, как обычно. Алишера, а что вы хотите вообще в будущем открыть? Ресторанчик, я не знаю, там, кофейню, донерную, пиццерию? Ну, я точно не хочу общепить, потому что я понял, насколько это сложно, может быть, в будущем, совсем, но кофейню вполне возможно, что я захочу. Мысли есть? Да. Ну, у всех есть такие мысли, потому что много что в городе тебя не устраивает, и хочется что-нибудь идеальное такое. О чем вы вообще мечтаете? Вот, закрывая глаза ночью? Мечтаю, чтобы дети выросли достойными людьми, мечтаю о гармонии, чтобы я спокойно засыпал вечером, да, то есть, и был доволен прошедшим днем. Вот, как и любой умный человек, мне кажется, что я не до конца счастлив. Вот, хочется прожить жизнь честным человеком, порядочным. А чего не хватает? Немного не хватает, как бы, уверенности в завтрашнем дне. То есть, ты не понимаешь, что случится там с курсом доллара, что, как поведут себя там властимущие, да, ну, то есть, в адеквате они или не в адеквате. А нет желания иногда вот просто взять и поменять страну? Желания такого нет, только если заставят. То есть, я очень люблю быть востребованным, мне нравится, что меня узнают, мне нравится, ну, то есть, там, когда ты звонишь в какое-нибудь заведение, там, и тебе сразу говорят, о-о-о. Ну, Биба отдельно мне пишет, видимо, чтобы я выложил что-нибудь. Алишер, в декабре вы хорошо заработали на гифбоксах? Сколько заработали? Нельзя говорить. Почему? Потому что... Придет налоговая. Да, придет налоговая, во-первых. И спросит, где наши деньги? На самом деле, все же компании, они предоставляли свою продукцию бесплатно. Да. И там, я не считаю, что это предпринимательская деятельность в большом количестве, да, то есть, но я, как бы, делал гифбоксы, и компании предоставляли какое-то количество своей рекламной продукции, вот, и я таким образом просто, ну, там, поддерживал... Деньги заработали? Я заработал и уехал в Таиланд. Ну, там совсем такая сумма была небольшая, поэтому... Супер. Наше следующее задание, вам нужно будет прорекламировать наш гифбокс, который мы подготовили специально для вас. Хорошо. Нужно... Я сниму вас сама, на ваш телефон, ваш инстаграм. Нужно будет выставить этот пост сегодня и сказать, что вы подготовили гифбокс для девушек 8 марта. Ну, давайте посмотрим на ваш гифбокс. Давайте, давайте. Мы, мы очень старались, я думаю, что он вам очень понравится. Я чувствую подвох какой-то, я чувствую. Нет, он на самом деле, мы даже специально заказали такие же гифбоксы, которые у вас были в декабре. Либо вы рассказываете о своем гифбоксе к 8 марта... Так. ...с нашими подарками, либо вас ждет наказание. Так. А наказание, я думаю, вам оно не понравится. Попробовать на вкус вискос. Вискос? Но он вкусный. Вы пробовали? Ну, я нет. Моя кошка любит. Но вкусный, говорит. Но я не пробовала. Но моя кошка очень любит вискос. Я понимаю, но я не ваша кошка. Выбирайте. А можно посмотреть, что внутри? Нет. Нет? Нет. Вискос или гифбокс. А если я вот, ну, сейчас посмотрю, что внутри, откажусь? Ну, тогда нужно будет попробовать вискос. А, ну, хорошо, давайте. Что? Ну, я посмотрю сначала, что внутри. Нет! Нужно выбирать либо бокс, либо вискос. Да нет, давайте бокс. Все, супер. Так, напоминаю, что я в гостях у Динары Саджан. Она заставила мне готовить ей ужин на сегодня. Вот. Моя запеканочка, вот она уже готова. Очень красивая. Техника Милин, не забудьте об этом, пожалуйста. Вот сейчас Динара запеканку мою твороженую достанет. Смотрите, как красиво. Вот, а это я готовлю салат с телятиной, и с брокколи, и с баклажанами, и с сладким перцем. Вот. Все для вас. И там еще какой-то гифбокс, который я должен буду прорекламировать. Ай! Рассказал уже. Итак, наше следующее задание, Алишер. У меня в руках ваш телефон. Спасибо за доверие. Так, классно иметь телефон в руках Алишера Реликбаева. Можно просто себя постить. Но мы приготовили для вас гифбоксы. Это, кстати, была ваша идея. И вы должны сказать о том, что к 8 марта вы подготовили крутые гифбоксы. Я знаю, что у вас есть сумочки, но что еще есть альтернатива, что он подешевле. И очень серьезно, цену вы должны сказать сами. У вас какая цена на тень? 35 тысяч тенген. Скажите, что этот гифбокс стоит 10 тысяч тенген. И вы должны на полном серьезе рассказать о каждом продукте, который представлен в вашем гифбоксе. На полном серьезе. Не надо говорить о том, что я участвую в Динаре Саджан, что это прикол, что это шутка. То есть полная серьезность. Хорошо? Я записываю вас в ваш инстаграм. И вы должны не удивляться, типа, а это что ли я придумал. А вы должны сделать вид, что вы готовились целый месяц. Хорошо. Поехали. Всем привет. Напоминаю, что на 8 марта я выпустил ограниченное количество гифтбэгов. То есть, ну вот теперь еще дополнительно запускаю три гифбокса, которые будут стоить не очень дорого. Но если вы хотите, мне кажется, это идеальный подарок на 8 марта. Вот. Стоить он будет 10 тысяч тенге. Вот. Это ершик для унитаза. Очень клевая вещь. Вот. Это дизайнерская работа Карима Рашида. В каждом боксе будет вот такой вот ершик для туалета. Он идеально очищает поверхность, не оставляя желтых пятен. Вот. Одеколон Шипор. Вот, да. Вообще он, конечно, для мужчин. Но вы всегда можете передарить его 7 мая. Вот. Своему парню. Что у нас есть? Хондратин. Это вот как человек, который сидит на лекарствах. Я очень рекомендую вам этот препарат, который мне улюбезно предоставила компания Курган Синтез. Вот. Это очень крутая компания из Кургана. Средство для лечения остеохондроза и остеопороза. Идеальный подарок на 8 марта. Вот. Что же здесь еще? Волшебная фея. Гель для волос с провитамином В5 и кератином. Девушки замечают, как я красиво уложен. Вот. И это все благодаря вот этому гелю, который называется волшебная фея. Вот. Что еще? Вот. Я не знаю, что это. Вот. Я должен приемлить, да? Сейчас, секундочку. Напоминаю, что... Сторвалось. Поехали дальше. А что вы с теми сделали? Отправила. А, да? Отправила. Они ушли в прямой эфир. Хорошо. Продолжаем. Вот такое идеальное мыло из Китая. Номер 120. Вот. Упаковывал вот этот симпатичный молодой человек. Вот. Его и кожа ваша будет идеальная, как у этой китаянки на фоне водопада. Вот. Называется «Займи свой рот». Вот такой вот чупа-чупс будет в каждом ограниченном серии гифтбокса, да? То есть, я не знаю, что это значит. Вот. Но, как бы, думаю, что-то пошлое здесь присутствует. Вот. И специальный выпуск салфеток «Сухость и комфорт» с Решером Еликбаевым. На самом деле, это, оказывается, не салфетка. Вот. Но, тем не менее, я вам очень ее рекомендую. Вот. Пожалуйста, воспользуйтесь этим. В каждом наборе есть Яна Фламинго. Вот. Это что? Я прошу прощения, это маска для волос или для головы. Вот. Очень прикольно. Он придает объем вашим волосам, видимо. И очень тепло в Астане будет в них. Нет. Да я знаю, что это. Я просто не хочу называть это по имени, да? И книга основная, это моя неизданная книга, бестселлер от казахстанских блогеров «Сто способов ловли халявы». Вот. Из них, на самом деле, 99 рассказал я, один Биба Талибеков. Вот. Вот так выглядит мой гифтбокс. Это идеальный подарок на 8 марта. Очень вам его рекомендую. Надеюсь, сейчас вы оборвете телефоны моего помощника Жаната, чтобы заказать его себе на 8 марта. Супер! Супер! Вы шикарно справились, понимаете? Это же просто... Что только не сделать, лишь бы не жрать вискос, да? Алишер, ну вы же идеальный продавец. Я знаю. Вы без подготовки продали сейчас столько вещей. Ну как это возможно? Вы с этим родились. Я знаю, что деньги любят меня больше, чем я люблю деньги, да? То есть я вот в этом отношении... Мне кажется, вокруг вас просто вот так вот лежат деньги. Всегда. И вы их просто как-то даже не притрагиваетесь к ним. Я, ну как бы зарабатываю, при этом не нарушая законов и не нарушая, как бы там вообще прийтих норм. Вы же могли бы открыть просто себе инстамагазин и продавать, просто вот вам просто вот только отдавай, и вы же это делаете просто гениально. Это удивительная штука, что вот когда я занялся кофейней, мне мой друг Рамиль Мухаряпов, он говорил о том, вот как бы ваш же кофе невкусный, ваш же кофе невкусный. И он пришел через две недели и сказал, слушай, ну вот с твоим приходом кофе стал гораздо лучше, хотя я ничего не поменял в этом кофе, понимаете? То есть это всегда мироощущение. Вот если каждый день в моем аккаунте будет появляться шипр, я буду говорить, что это прям шикарный запах и все остальное, завтра лучшие мужи Астаны будут пахнуть этим шипром. Да, то есть и будут говорить ребятам, они наконец-таки открыли для себя что-то уникальное в этом запахе. А как вы думаете, от чего это зависит? Это потому что вы рекомендуете? Я думаю, что это доверие, потому что людям на самом деле большее количество людей хотят кому-то доверять, они хотят кому-то верить. И в этом отношении огромное количество людей. Но я думаю, что еще и потому, что вы свою репутацию еще ни разу нигде не подмочили. Ну не все так считают, но я считаю, что да, действительно я всегда был честен со своей аудиторией. Алишер, спасибо большое, у вас классно получилось, вы очень круто продаете. Хочется вам просто принести весь свой товар, чтобы вы его быстренько продали в своем инстаграме. Без проблем обращайтесь. Я буду обращаться. Хорошо. Вот, это все записано на камеру. Давайте попробуем ваш салатик? Да. Давайте. Я надеюсь, он вам понравится, я надеюсь, выдержал нормальное количество соли и перца. Вам чего больше, мяса положить? Мне больше мяса, да, и брокколи. И брокколи, окей. Вы хотели еще, чтобы был соус, да? Да, соус, потому что очень вкусный. То есть мед, кунжутное масло. Алишер, а вы сидели когда-нибудь в жизни на диете? Я постоянно сижу периодически. Правда? Да. Почему? То есть на правильное питание, не на диете, а именно на правильное питание. Можно пробовать или взять, а вы положите? Можно. Я просто, чтобы предупредить вас, что мясо отравлено. Мне кажется, что это очень вкусно. Да? Чуть-чуть мы передержали брокколи, но вам понравится. Да? Очень вкусно. Мясо прям вкусненькое. Да. Это, кстати, говядина. Мне кажется, брокколи тоже? Они должны быть чуть твердее. Хрустеть, да? Они должны хрустеть на диете. Но, в принципе, я доволен собой. Баклажаны какие вкусные. Я бы такой салат в какой-нибудь ресторанчик продала бы, как салат от Альшер Рейхбайра. Да. Мне предлагали недавно. Отказались? Мы не договорились по цене. А сколько вы просили? Я просил стандартную свою цену. 900 тысяч тенге. 900 тысяч тенге за то, чтобы ваш салат продавался у них в ресторане. Не салат, там горячее блюдо. Ну, то есть, там, помимо того, что они внедряют это блюдо, я должен был еще рекламировать это. Но 900 тысяч тенге – это не так много. Да, это же... Я вчера выступал перед студентами. Я, когда им сказал эту сумму, они были в огромном шоке. А вы говорите, не так много. Все-таки Астана отличается от остального Казахстана. Нет, просто я знаю, как бизнесмен, что эти 900 тысяч тенге очень быстро вернутся, благодаря вашей рекламе. Динара, вкусно я приготовил? Это очень вкусно. А вы можете приготовить меня латте макиято? Могу, без проблем. Спасибо вам. Тем более, что у нас есть кофеварка, милле. Вам какое? Латте макиято? Да. Смотрите, как красиво. Вау. Какой красивый дым идет. Мне кажется, вам нужно купить Алишер. Вы же много зарабатываете. Вот просто все, всю технику. Когда говорят, что у меня реклама дорого стоит, да? То есть, представьте, вот это все купить, чтобы... Да. Это мне столько рекламы надо. Это два ваших поста. Два моих поста? Два поста и у вас вся техника. Я думаю, что четыре как минимум. Нет. Здесь есть и подешевле. Тут разные цены. Почему мне все время плохо получается достать? Кайф. Так. Ну и вот ваш твороженник. Так. Правда, как-то я неровно его вытащила. Мне кажется, что мне не хватает яблок. Чувак? Яблок? Да. Спасибо огромное. То есть, я обязательно добавил яблоко. Слушайте, ну я вкусно приготовил все. Шикарно. Просто это так вкусно. Может быть, я голодная, я не знаю. Я тоже хотел сказать, может быть, голодная будет. Прям очень вкусно. Алишер. Но у нас еще одно задание. Хорошо, но я бы очень хотел, чтобы съемочная команда сейчас пока все горячее попробовала это все. Алишер, вы всегда обо всех думаете. Понимаете? Не даете расслабиться. Ммм, я так с тобой доволен. Ммм, я все съела, очень вкусно. Как вы относитесь к нашему президенту? С любовью и трепетом. Правда? Угу. Вы его любите? Да. Вы его увидели в жизни? Много раз. Много раз? Да. Даже вот на расстоянии вытянутой руки. То есть, как вы думаете, наш президент знает вас лично? Думаю, нет. То есть, он не знает, кто ты больше или их паев? Думаю, нет. Почему? Ну, потому что я представляю объем его знакомых, которым он встречается каждый день. Мы-то нужны, прям, какой-то, мне кажется. То есть, вы думаете, что никто не показал ни разу ему фейсбук и там не сказал, что есть такой блогер, журналист, пиарщик. Думаю, нет. Правда? Уверен в этом. А мне кажется, что вы его, что он узнает. Мне бы очень хотелось в это верить. Как бы это узнать, интересно? Минуя на спущу всех печали и барский гнев, и барская любовь, то что называется. То есть, поближе, подальше от начальства, поближе к кухне, да? То есть, поэтому я, как бы, может быть, мне даже легче от того, что он меня не знает. Ну, я думаю, что нашего президента вы знаете очень хорошо, и наверняка знаете все его высказывания. И сейчас мы проверим, насколько хорошо Алишер Еликбаев знает нашего президента в нашей следующей рубрике. Итак, Алишер, наша следующая рубрика называется «Блогер или президент?». Я думаю, что вы знаете всех блогеров, читаете. Кстати, кто ваш любимый блогер? Джохар Утибеков. Джохар Утибеков. Ну, он всегда такие грустные посты пишет. Ну, такой... Я думала, Ренат Болгобаев. Ренат Болгобаев, да, и Ренат Болгобаев. Да. Мы, наверное, их двое. Спасибо мне. Давайте подозапишем. Я вижу, Джохара Утибекова, люблю Рената Болгобаева. А Нуртаса Дамбай? Нуртаса Дамбай тоже очень нравится. Почему, кстати, он не вашей пятерки? В какой момент? Четыре плюс. На бой Головкина мы летали все вместе, в том числе и Нуртаса Дамбай. Ну, как-то вот у него, видимо, своя кинотусовка. Все равно он больше кинорежиссер. Да, но он же блогер. Я не знаю, мне кажется, что как Нуртаса, по мне, здравомыслящий человек ни в коем случае не должен себя представлять как блогер. Я сам ненавижу это слово по отношению к себе. Ну, тем не менее, вы блогер. Спасибо. Итак, вы готовы? Всегда готов. Неправильно отвечаете, вас ждет наказание. Хорошо. Хорошо? Мы сейчас проверим, насколько хорошо вы знаете Нурсултана Абишевича Назарбаева и наших блогеров. Хорошо. Кому принадлежит это высказывание? Я человек такой. Если я дружу, верю и люблю, я это делаю до конца. Вообще, если… Я думаю, что это президент. Президент. Совершенно верно. Почему вы так решили? Вы помните, да? Да. Где он сказал? Слишком высокопарные слова. Видимо, все-таки это сказано из трибуны откуда-то. То есть думаете, блогер? Ну, блогер нет. Мне не сильно интересно, какой блогер с кем дружит до конца. Следующее высказывание. Радуйтесь каждому дню, ведь это и есть подарок свыше. Жизнь дана для того, чтобы с каждым днем становиться лучше. Судя по высокопарности, это тоже президент. Вы уверены? Ну, давайте, если вы как в этот «Кто возьмет миллион», да, вы подсказываете. Ну, наверное, это все-таки блогер, такой бьюти-блогер. Бьюти-блогер. Еще раз читаю. Радуйтесь каждому дню, ведь это и есть подарок свыше. Жизнь дана для того, чтобы с каждым днем становиться лучше. Мне кажется, это кто-то из астанинских блогеров. Вы думаете? Ну, наверное. То есть, в смысле, на такие слова только астанчане способны? На высокопарные, пафосные, в основном, да. А вот и нет, ошибочка, ошибочка. Читайте. Так, это был Нуртас Адамбай. Понятно, понятно. Но он слишком много времени проводит в Астане, будь. Он, кстати, очень редко приезжает в Астану. Да? Ну, хорошо. То есть, вы считаете, что Нуртас, у него высокопарные слова, да? То есть, высказывания. Вот и в блогах он прям жжет, да? То есть, и мне кажется, что аудитория его за это и любит. Я думаю, что здесь он был очень искренен. Хорошо. Третье высказывание. То есть, вы уже один раз проиграли. Не проиграл, я просто не угадал. Вы не угадали, вы не угадали, но вас ждет наказание. За что? За то, что вы не угадали. Я не угадал, что это Нуртас Адамбай, но я еще и блогера должен угадать. Нет, вы не угадали, вы сказали, что... Это блогер. Нет, вы сказали сначала, что президент. Нет, а потом уже вы подсказали. Хорошо, хорошо, два раза выиграли. Я ни разу еще не проиграл. Хорошо. Последняя попытка. Я очень хочу, чтобы проиграли. У меня никогда не было стилиста. Никогда у меня не было костюмера. Или коммердинера. Я сам все это делаю. Коммердинера. Коммердинера. Ну, я думаю, что не президент. Президент. Потому что это ненормально, чтобы у Нуртаса Адамбая был коммердинер. Ну, или хотя бы я знаю, что у Нуртаса есть коммердинер, да. Нет, а что вы думаете, у президента нет стилиста? Подозреваю, что нет. Правда? Ну, думаю, что он человек старой школы, поэтому он доверяет всяким Ивсен Лоранам и остальным там... И своему вкусу. И своему вкусу. Окей. То есть это слова президента? Подозреваю, что да. А, Алишер, Алишер. Правильно! Алишер, ну я вас поздравляю. Вы прошли все испытания. Хотя у нас было такое симпатичное наказание. Хотите узнать, как вы? Почитайте. Наказание. Попросить подписчиков в сториз своего инстаграма порекомендовать хорошего венеролога. Ну, я могу даже вот этого попросить. Хотите? Да? Мы хотим. Да. Мы хотим, чтобы у нас было много ваших сториз. У меня интимная просьба ко всем моим фолловерам. Пожалуйста, пришлите в контакты очень хорошего венеролога. Порекомендуйте, пожалуйста, телефоны, контакты и все остальное. Отдых в Астане не проходит просто так. Все. Алишер, вот у вас вообще нет... У вас вообще нет кнопки стоп. Причем, ну мне это интересно. Я же люблю говорю растягиваться. То есть у меня аудитория, она добрая. Она сразу поймет, что это тут какой-то розыгрыш. Ну и микрофон выдает. Дорогие зрители, спасибо большое, что были с нами до конца. Алишер, благодарю вас. Вы, конечно, идеальный герой для любой моей программы. Спасибо огромное, Динара. Я получил сегодня кучу удовольствия в присутствии в вашей студии, катания на лошадях, гифтбоксов и всего остального. Ну и, конечно, меня поразило, как вкусно я умею готовить благодаря сервису, который называется «Свой ужин», да, по-моему? «Свой ужин», да. Алишер, ну я, честно говоря, не ожидала, что вы действительно... Вот очень важно, чтобы у человека была хорошая энергетика. Вы так вкусно приготовили и половину уже просто съели сами. Сам съел, да, потому что я удивлен. Сам приготовил, сам съел, понимаете? Он ничего съемочной группе не оставил. Алишер, я... А они за еду работают? Вы просто не предупредили. Мы вообще все работаем за еду. Понял. Но вы, кстати, не работаете, да, за еду? А я не люблю работать. На бартер я не люблю работать. Да, поэтому бартер мне предлагать. Алишер, спасибо вам большое. И мне... Мы с вами пишем каждые 2-3 года, да, по-моему, интервью. И каждый раз я учусь у вас чему-то новому. Мне кажется, это потому что вы все время растете. Спасибо огромное. Я надеюсь, что это действительно так. Это так. Друзья, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк. Подписывайтесь на инстаграм Алишер Еликбаева. Ютуба у вас еще нет? Оу, нету, да. Нет, кстати, вот Алишер и нет ютуба. Телеграм. Телеграм. Фейсбук, да. Ищите Алишер Еликбаева. Он очень активен в социальных сетях. У него, кстати, очень классный инстаграм. Вы смотрели не Мишлен, Зинара и Саджан. У меня сегодня в гостях был Алишер Еликбаев. Он приготовил шикарную творожную запеканку. Очень вкусный, теплый салат. Прошел все испытания. Ни разу не сказал нет. Ни разу не капризничал. Хотя очень капризный человек. Но я не позвонил Нурлану Смогулу. Да. Самое главное. Но благодаря вам мы узнали, что лучше к Нурлану Смогулу не звонить. Звонить придется сначала к его советнику. Спасибо большое, Алишер. Спасибо вам большое. Я отправляю. Хотите, можете забрать все с собой. Нет, нет, нет. Я хочу, чтобы просто Нурик мой друг попробовал. Потому что... Да? Вы сначала хотели, чтобы он попробовал. Пусть мы ворота. Теперь Нурик. Уж определитесь. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.